окей мне не нужно включать отлично просто говори добрый день мы начинаем сегодня курс урота чува по правку куку твоего книги урота чува света тора эта книга насколько мне известно перевода этого нет вообще есть очень мало переводов и материалов сегодня что у меня запланировали познакомиться я хочу поставить показать что наш урок будет из себя представлять и мы займемся на второй половине урока мы будем значит учить текст из книги raw значит так будет проходить все занятия я не буду рассказывать какие-то там идеи в отрыве мы будем идти по тексту как бы текст это будет для нас как бы что-то за что мы сможем как бы зацепиться и уже от текста мы будем приводить всякие идеи философия и так далее потому что видимо правильный как бы курсом это все таки философия иудаизма философия правку к как он это видят идеи но мы пойдем по тексту значит цель этого курса это такая вот самая последняя чисто техническая цель чтобы человек любой смог открыть книгу и учить самостоятельно то что раф пишет и говорит еще одна цель немножко другому другом ракурсе мы хотим познакомиться с идеями рава с философией и так далее именно по нашей книге рот о шоу значит теперь давайте представим значит все по большому счету что рафти очень сильно основано на кабале на еврейском как бы тайном учении но то что сделал равно сделано очень интересную важную для нас вещь он перевел кабалу на открытый простой язык раф кук не первый кто это начал делать и кстати если уж мы об этом упоминаем то это вообще книга которая была бы желательно как введение вообще в раф кук а это то что называется на вреде да твун от книга рам халя и он тоже начал переводить кабалу на открытый язык вот я здесь положил закладочки вот эта книга где раф излагает раф рам халя здесь раф как бы пишет открытым языком свою книгу а вот это то же самое те же самые идеи написаны уже на языке кабалы самостоятельно внутренне то есть мы здесь имеем как бы направление противоположной математики математики сперва решали уравнения записывая все задачи словами а потом ввели символьный язык который все это сократил а в тайном учении в кабале идет в противоположную сторону это сперва записанное передавалось специальным внутренним символичным из символическим языком а потом это расшифровывать и вот как я сказал начал делать рам ханят хорошей жизнью начал это делать на него были гонения ему запретили преподавать кабалу и он стал писать и он стал выпускать как бы книги на открытом языке в общем-то объяснять те же самые идеи просто теперь что выигрываем мы выигрываем на этом то что кабалу просто так изучать нельзя когда это переводится на язык еврейской философии мировоззрения это можно изучать всем евреям не евреям но это наш большой выигрыш тогда простые люди как там я и вы и все остальные могут добраться до этих книг и понять эти идеи недавно относительно значит эта книга продолжить введение это не не обязательно рекомендация прочесть книга толстая серьезная поэтому можно не читать но но тем не менее хочу про него сказать несколько слов чем плюс плюс в том что у этой книги вышел очень хороший перевод на русский до того было на иврите сделаны сносочки которые позволили эту книгу в общем то тоже понятие и самостоятельно учить перевод сделал лев собрасов который мы те кто были на последнем семинаре встречали с ним он давал одну из лекций на youtube есть его уроки я их не смотрел но как бы с качеством перевода я встретился перевод он качественный я это рекомендую также рекомендую эту книгу из-за нее я сам начал изучать раба куха это тоже книга по-русски ну с некоторыми отрывками которые переведены и в общем то общая идеология это то чего я не хочу делать я не хочу изучать идеологию в общем я хочу чтобы мы начали прогрызаться через текст текст сложный даже в переводе и и я хочу здесь обратить внимание еще на одну вещь как известно человек есть левая и правая полушария есть люди с доминирующим мышлением математиков и есть люди с доминирующим мышлением гуманитария я сам математик работаю программистом в данном контексте это минус потому что каббала и раф кук это в общем-то поэзия это что-то что воспринимается душой больше разного меньше но из этого минуса мы сделаем плюс можно читать стихи получать них удовольствие тот кто понимает хочу делать тому кто не понимает он идет на курс по литературе и начинает изучать как разбираются стихи как устроена песня как устроена рифма теперь человек который разбирая у него есть как бы слух музыкального него и слух как бы на поэзию на искусство ему это добавит он сможет не просто получать удовольствие от музыки а уже разбираться какой здесь инструмент сейчас зашел начал играть и так далее а математику такому как мы такому как я это дает возможность вообще хоть как-то понять о чем идет речь и так как я математик понял соответственно всем остальным тоже можно понять ведь кому-то будет видимо то что я говорю слишком это и так все интуитивно ясно а кому-то нет да то есть я долго думал что быть математиком это очень здорово когда я пока я наконец-то не понял что общий что общий взгляд который воспринимает жизнь целостно он гораздо более правильный жизненно гораздо более сложно чтобы можно было разложить простой логический но тем не менее значит как бы мы сделали это введение рав это и вообще и вообще как бы каббала это что то что больше воспринимается душой и меньше разума теперь есть принципиальная разница вообще чем тайна еврейское учение отличается от открытого включите микрофон и ответьте чем каббала отличается допустим валахи чем да каббала отличается от еврейского закона все молчат я что-нибудь скажу хотя я не знаю я что-то подумала одно записан другое нет но каббала же тоже потом была записана и аллаха записана абсолютно верно так еще еще имели нет неправильных ответов так что можно не бойтесь говорить я боюсь но скажу мне кажется мне так представляется что каббала передаваемая передаваемая как бы индивидуальным передачей и таким внутренней передачей и поэтому называется каббалой у нее некоторые специальные инструментарии передачи от одного к другому поэтому это как бы приняло образ из астерического и точно в принципе это какой-то очень специфический канал передачи аллаха инструментарий по-видимому совсем другой это шелха на руку да но это абсолютно технический ответ другой канал передачи потому что есть какие-то другие свойства которые требуют другой канал передачи можно мне тоже сказать по моему разница знаете в чем что каббала именно действительно она какая-то эмоциональная на уровне ощущений и на уровне знаете ну вот как мне кажется все можно объяснить а аллаха она очень строгая она как математика и она легко понимается простым человеком вот моя момента кажется теплее еще какие то есть идеи нет нет я не сама я на уроке я хотел сказать что все таки они занимаются немножко тема разная точно так же все все помимо того что инструмент разный и стиль разный у четырех скажем линии передачи традиции устная письменная тара агада каббала у них и темы разные они занимаются разными вопросами они занимаются разными вопросами аллаха занимается практическим соблюдением о каббала на самом деле я только могу передать то что я слышала о трава шерке передача о траве Леонушка на зиму не ту что каббала это некоторый способ передачи сохранения каких-то остатков пророчества откровения нет то есть галаха это тоже в каком-то смысле часть пророческого откровения но каббала она передает какую-то другую его часть переживания скажем пророка это то что говорил рабушки на зиму не ту то есть пророческое откровение оно сложная такая вещь частности там есть и галаха и другие какие-то части вся тара получена пророчеством но видимо некая часть этого пророческого откровения она не входит в пророческого переживания ни в устную ни в письменную тору и передается вот каббалой как она передавалась это отдельный вопрос мне кажется кстати что то что вы говорили про язык что она придется определенным языком так же как язык галахи формировался в предыдущем довольно длинного периода появлялись понятия которые галаха оперируют они не сразу сформировались и даже в Талмуде в Мишне их нет в Талмуде появляется например так же и в Каббале этот язык он разрабатывался и разные каббалисты говорят на разном языке потом выработался некоторый консенсус по поводу базовых терминов ими сегодня Каббала пользуется для того чтобы что-то нам рассказать это верно но стороной Каббалы которая как бы еще вот доносит до нас как бы отголоски пророчества видимо мы на нашем курсе не будем касаться это не я думаю что все все что в Каббале есть это часть пророческого переживания которого постепенно традиция она его научилась описывать каким-то языком я хочу сказать то что вот запрет учить это многим ученикам и даже запрет передавать это в подробностях а только в главах он привел к тому что люди это вот переживание научались описывать каждый на своем языке на своем личном языке и поэтому так много разных языков Каббалы мы мы я попытаюсь дать концептуальный ответ теперь до того как я дам ответ у нас нет правильного ответа каждый ответ он какую-то описывает реальность и чего-то он пропускает подход мировоззрения Каббалы оно отличается от мировоззрения открытый Тора открытая Тора в общем-то занята законом и человек который соприкасается с ней он находится в постоянном как бы сделал не сделал совершил не совершил я сделал правильно сделал неправильно а очень сильный оказывается как бы энархический такой взгляд на да нет можно нельзя правильно неправильно нарушил закон не нарушил закон и это как бы это напрягает сильно человек в постоянном напряжении находится это не то что это неправильно но это это взгляд и взгляд он такой как бы он немножко сокращает взгляд каббалы он взгляд который он другой он взгляд который охватывает жизнь во все ее разносторонние проявления единым общим обобщающим взглядом это взгляд у листья который смотрит на жизнь в гораздо более общим и обобщающим плане он не смотрит только он совсем не смотрит на можно нельзя запрещено разрешено заповедь грех он смотрит взглядом будущего полного избавления которое у нас называется тикуна клали исправления всего как как в иудаизме выглядит исправление всего это то что всему что есть в мире мы находим свое нужное правильное место грех и грех любой он видится как что-то вышло за рамки того места к которому положено либо больше либо меньше либо по времени либо в пространстве либо в душе и так далее и подход кабалы поэтому к миру он гораздо больше оптимистичный и он как бы расслабляющий боль но здесь то есть взгляд именно кабалы как она смотрит на мир он очень часто противоположенный взгляду которым смотрит устная тора которым смотрит открытая тора или человек который учил открытую тору это часто противоположный взгляд и поэтому с моей точки зрения кстати это на сегодня именно индикатор это вообще для меня или не для меня если я начинаю сейчас слышать какие-то идеи которые не я выдумал которые да написаны книги которые мы будем смотреть и это мне что называется все мое нутро воет очень сильно против я не не приемлю это совершенно и это не одна идея а и вторая и третья и так далее то это видимо это то что называется это та подготовка у которой это это не для тебя и тебе наоборот может повредить то есть в каждом поколении кабала была спрятана по-другому сегодня она прячется за двумя завесами первое то что я сказал как я это вижу во второе это сложность языка язык урава сложно через него мы начнем продираться теперь еще одно еще одна разница между кабалой и открытым учением кабала делает в отличии как бы от аллахи можно нельзя она смотрит то есть она делает вот я стал готовиться к уроку думать и в общем то оказывается абсолютно абсолютно банальнейшая вещь но если его применить то нет она берет любую вещь которую она рассматривает и начинает думать окей это хорошая вещь а что в ней плохого так а что в ней хорошего это то что мы сказали исправление всего это для всего найти свое точное место это значит что для хорошей вещи если будет слишком много этого хорошо это то это превратится в плохо соответственно нужно понять что в этой хорошей вещи плохого а то есть определить его границы то же самое наоборот мы взяли плохую вещь как оба на нее смотрят ужасная вещь а что здесь есть хорошего откуда это это из оптимистичного взгляда на мир что все что создано всевышним это создано для добра соответственно даже зло у нас какая-то гадкая вещь иди как каббалист как точки зрения каббалы мы начинаем смотреть на эту вещь что здесь хорошее понятно и что здесь плохого я приготовил маленькую игру чтобы мы все немножко лучше поняли я хочу поиграть вместе с вами именно вот в эту вроде бы теперь это же банально мы смотрим в любую на любую вещь и говорим ага что мне хорошего все неплохого как бы нормальный взгляд сейчас сейчас мы это попробуем применить в практике теперь общее хочу добавить в общем по всем урокам я постараюсь сделать уроки так чтобы в любой момент можно было зайти в урок и урок не будет построен академически потому что книга Рава тоже не построена академически что сперва я ввожу определения на них строю какие-то базовые понятия на них более высокие понятия нет мы работаем немножко это похоже на взгляд мишны даже на взгляд литературы это похоже начинается рассказ середины продолжается началом и так далее да то есть как бы это более вот именно как мы сказали воспринимаем душой здесь нет и и и и это как бы очень это очень сложная как бы так это очень сложная это сложная идея это сложное поле нам практически невозможно начать это академически показывать что мы делаем это примерно то же самое что если у нас есть семина семимерная фигурка мы хотим объяснить и показать мы не начинаем читать теорию мы предполагаем что мы все знаем и вот а посмотрите теперь с этой стороны давайте посмотрим с этой стороны и с этой стороны немножко мажем с разных сторон и так вот как бы и в конце получается у кого-то более у кого-то менее голографическая картина до того как мы пойдем играть в игру которую я приготовил я еще хочу сказать пару слов значит я как математик с литературой особенно с высоким очень языком на иврите и так далее мне в общем-то сложно мне очень-очень помогла моя жена она пошла учить у нее на сегодня вторая степень по ивринской литературе на иврите как бы я что называется подсел на хвост и немножко с ней выучил это мне очень помогло именно начать учиться толкнул меня так же пинха с этой книжкой которую я почитал и сказал интересно и полез в источники теперь давайте значит вернемся к кабале и поиграть есть известная гадкая вещь называется беспричинная ненависть из-за нее разрушен храм из-за нее случилось очень-очень много плохих вещей Рав спрашивает и как мы знаем Рав он очень-очень очень-очень много и кого и всех любил да без причины любовью даже Рав спрашивает вопрос а что хорошего без причины ненависти включайте микрофон кто-то ответил тихо не безразличие не безразличие отлично отлично очень хорошо не безразличие я я это сейчас себе отмечу я отнесусь к этому это это очень здорово еще что хорошего без причины ненависти мне кажется что вообще по поводу этого именно понятия есть очень много споров именно нужно что означать причины что не не хочу в споры не хочу что такое причины пусть будет ли вас проще причинная ненависть зачем она нужна беспричинная причина ненависть все в ней хорошее нет если если есть какая-то причина но которая допустим даже мне неизвестна если это входит в определение то это просто защитные функции организма чтобы он не попал в какую-то ловушку да если он ощущает подспудно что это что-то что может ему повредить это не отталкивает от этого места хорошо хорошо защитная реакция здоровая защитная реакция отлично очень хорошо очень хорошо еще значит мы сказали одну идею у нас была что это не безразличие я по этому поводу скажу сейчас пару слов второе было что это здоровая защитная реакция отлично еще еще раз у нас нет правильного одного ответа поэтому я не жду правильного ответа вообще то что я скажу потом не претендует на единственный правильный ответ да я скажу наверное неправильный любая ненависть и беспричинная в том числе это какая-то энергия энергия что-то меняет меня слышно ненависть это тоже в принципе зависть то есть в принципе тебе завидует значит то что ты делаешь и как ты живешь хорошо да ну тому кто ну тому кто ненавидит ему то что хорошо тебе хорошо мне кажется что это вид эмоциональной связи какой-то вид причины и беспричины это по-видимому из-за этого как это потом может поменяться страна любви да такая же это верно это связано с первым ответом который да 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 конечно что это как-то было определено да ну это это подходит первому ответу очень хорошо да значит давайте дадим я то чтобы продолжить только что говорила лена про энергию в этом же ключе что допустим мы ненавидим что-то действительно нехорошее как несправедливость это дает нам силы и мотивацию с ней бороться о это тоже очень важная идея мы пока отложим в сторону в нашей традиции это это понятие на сегодня это это вместе это идет вместе беспричинная ненависть есть беспричинная любовь это как бы это понятие и можно разрубить мы очень любим каждое слово понять и что такое беспричинное что такое ненависть я сейчас не хочу совсем туда внутрь начать зарываться я хочу очень сверху в общем беспричинная ненависть или даже как я сказал на хаме причинная ненависть чего там хорошего хорошего че мы теперь теперь обратите внимание начали задумываться об этом это уже хороший процесс теперь я отвечу я подытожил значит по поводу идея том что это не безразличие или то что это как сказал сухо прямо там я и носок сказал на там что это были любовь ненависть это уже отношения это абсолютно верно дети продюсирую рафшарки и здесь мы касаемся в общем-то еврейского еврейской избранности человек входит в комнату и говорит я и вы это все что он сказал что это порождает очень сильный антагонизм как так это не важно что он вообще и зачем он пришел что он сказал я и вы он произвел такое резкое разделение это поражает антагонизм но что безразличия уже нет и не будет никогда и эту ненависть мы сможем перевернуть в конце в любовь тоже мы убили безразличие очень хорошо это верно на это в скобочку а теперь что нам раф отвечают по поводу того зачем нам нужно без причины ненависть он говорит так это мне позволяет развивать мою собственную идею не отвлекаясь пока моя идея еще не выкристаллизовалась полностью если я буду тратить душевные силы на признание того что противоположная идея в ней тоже есть божественные скрайна что отвечает раф зачем нам нужна без причины ненависть это позволяет мою собственную идею развить полностью пока я не пока моя идея не полностью развита и не важно какая это идея каждая идея это позволяет самостоятельное внутреннее развитие потому что понимание на более высоком уровне что также в противоположной идее которая борется с моей которая видит реальность под другим углом зрения тоже есть божественная искра и тоже есть правда это будет мешать моему собственному личному развитию то есть развитию моей идеи поэтому есть этап когда очень важно каждой идеи развиваться самостоятельно а синтез может произойти только на следующем этапе когда моя идея уже развилась это допустим похоже на то что когда еврейский от еще не был создан не было возможно принимать презелитов геров а працы очень сильно настаивали на том чтобы дети женились из собственных семей а когда еврейский от уже более-менее создался в уякова мы не не видим чтобы он говорил что нужно его детям жениться именно на из семьи видим они женились на девушках из из нано на место нам нужно время чтобы кристаллизоваться и только потом мы можем мы можем прийти к другой идее что не в какой-то другой идее есть положительное положительное зерно теперь а теперь у меня будет следующий вопрос а в подходе каббалы в подходе в подходе рава кука о том что в каждой вещи нам нужно искать в каждой положительной вещи нужно искать ее ограничения отрицательные стороны в каждой отрицательной вещи нужно искать его положительные стороны Какая в этом отрицательная сторона? Включайте микрофон и отвечайте. Беспричинная ненависть, да? Не-не-не, сейчас был другой вопрос. Беспричинная ненависть мы закрыли, сейчас другой вопрос. Подход Рава Кука о том, что в любой вещи нужно, кроме положительных сторон, искать отрицательное. В любой отрицательной вещи, кроме известных отрицательных сторон, нужно искать положительное. Какой недостаток в таком подходе? Ты почти то же самое только что сказал, что пока твоя идея недостаточно развита, и ты уходишь в сторону реализма, пытаешься все остальные признать одинаково легитимными, это разрушает основную идею в конечной методе. Не дает ей развиваться. Да, не дает ей развиваться. Окей. Окей, да. Это то, что Рафсан сказал, только что ты это сказал. Да, 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 я это перевернул сейчас. Не, ну, здесь мы посмотрели, какого нет, мы же перевернули, люди, мы же перевернули. Мы нашли… И наоборот, если в позитивном ты все время будешь видеть отрицательные стороны, ты тем более не сможешь… Да. Я согласен с тем, что сказали по поводу того, что такая позиция, она не дает продвижению вперед. Мне тоже кажется, потому что для того, то есть я не говорю, хорошо это или плохо, но, по-моему, очевидно, что для того, чтобы продвигать что-то, человек должен взять на себя смелость и сказать, это правильно, все за мной вперед. Да. Хотя, наверное, с человеческой, философской, как бы общей точке зрения, это как бы неправильно, потому что в этом тоже есть что-то хорошее, что-то плохое. Отлично. Но для того, чтобы экономически развиваться, он должен сказать, взять ответственность и сказать, это правильно, все идут по этой дороге, все. Отлично. Здорово. И мы сейчас, и мы сейчас, мне кажется, именно вот через такой экспириенс, через собственное, через опыт немножко попробовали, что это такое. Я согласен и с Нахамой, и с Натаном. Мой ответ, который я хотел предложить именно такой, в общем-то, идея надо одинаковая здесь. В моем изложении это выглядит, когда я понимаю, что и ты прав, и ты прав, и ты прав, нет силы, которая меня поднимет с дивана что-то реальное делать. Ну, в общем-то, как сказал Натан, даже лучше видно. Действительно, чтобы что-то реально делать и вкладываться в это по полной программе, я не могу тратить собственные силы одновременно на то, что, а в общем-то, ты еще частично прав, это не даст мне воевать в полную силу. И теперь мы подошли к очень важному моменту. что мы разделяем. Есть идеи! А можно я выскажу? Можно? Это занятно, что у нас сказано, что Элю Вээлю, Девээлю Кивхайм. И Гилель и Шамай одинаково как бы выражают божественную идею. Но Галаха и Гилель как бы подвели черту. Но тем, что уже сказано, что все правы, это на самом деле это разногласия между Гилелем и Шамаем тянется до сегодняшнего дня. Идеологическая, в принципе. Они постоянно находятся в напряжении. Я знаю, хорошо это или плохо, но тормозят друг другу, я думаю. Очень хорошо. Итак, следующий этап, что я хочу, это показать на разделение. У нас наше мировоззрение так же, как и все высшие миры идут снизу вверх. Есть уровень конкретных действий. Это Аллаха, это Закон. И там есть для простых людей, как мы, есть как бы вот именно там, считается, правильно быть для, как мы сказали, для беспричины ненависти. Я продвигаю сейчас вот этот положительный аспект бытия и достаточно. Я его должен продвигать в полной мощи. Теперь, есть на задворках сознания, во время молитвы, во время, не знаю там, медитации общего постижения, где я сейчас не знаю каким-то делом, более высокий уровень достижения, который говорит мне, окей, у всего есть свое место и так далее. И вот этот вот более высокий уровень – это как раз уровень Кабалы. И именно поэтому мы сейчас также увидели и прочувствовали, он очень сильно противоречит уровню действия, уровню жизни. И, может быть, поэтому это одна из вещей, что он, в общем-то, был всю жизнь скрытый. И мы должны постоянно понимать, есть уровень идеи и уровень ее спуска в реализацию. Идея трансформируется и так далее. То есть, если в самом верху у нас есть христианская идея абсолютной божественной милости, то, когда она спускается вниз, появляется очень важная идея божественного суда, без которой просто никуда. наверху ее может быть или нет, либо почти нет, но внизу она есть. Если мы пытаемся, не разглядев этот верх запустить вниз, будет плохо. Остановимся с введением. А, значит, еще пару слов, что я хотел сказать. Просто у меня заняло это в два раза больше времени, чем я планировал. Я извиняюсь. Еще очень важная вещь. Значит, по поводу источников. Я буду приводить на этом курсе только Рава самого. Вопрос, откуда он это взял, не имею ни моего понятия. Для меня Рав – это источник сам по себе. Он как бы… И это нас приводит тоже к спору двух великих его учеников, его сына Рав Цвиуда и Рава Назир, которые спорили, как нужно изучать Рава, приводя все источники или не обязательно. Мы не приводим. Нам важно понять, что написал Рав. Для нас Рав – он источник сам по себе. Он как бы общепризнанный мудрец величайшего уровня всеми течениями ортодоксального иудаизма. Этого нам достаточно. Приступим, может быть, теперь к самой книге. Книгу я буду переводить к урокам. Перевода нет. Я хочу ее выпустить. Я хочу вообще… Моя цель – это популяризировать Рава и его идеи. Может быть, вы сможете мне в этом, кстати, помочь. Переводы на данный момент я буду делать сам. Сейчас я переводы распространил до урока. В будущем я этого не буду делать, потому что у меня… Часто я буду предлагать дополнить то, что написано. Самостоятельно. И, конечно, если я выложу текст, то это будет делать сложнее. Теперь давайте… Теперь мы сейчас будем изучать введение предисловия Рава к его книге. То, что ее помню, предисловие чуть важно. Здесь предисловие действительно очень важное. И мы к нему будем возвращаться часто во время изучения. Все со мной? Можно начинать? Можно? Да. Отлично. Значит, давайте тогда сделаем шер. Так. Первый вопрос. Ни у кого не вылазит из экрана? Не слишком много, не слишком мало. Всем хорошо виден текст? Все хорошо. Плохо виден, пусть скажет. Вот так вот сделаем наоборот. Порядок. Хорошо. Давайте тогда начнем. Уже давно в душе мое идет война. Сильное желание побуждает меня говорить о тшуве. И лишь на ней сосредоточены все мои помысли. Тшува является одной из наиболее важных тем в Торе и в жизни. На ней основаны все надежды личности и общества. Она заповедь Всевышнего, которая, с одной стороны, легче легкого. Ведь даже мимолетняя миссия тшуве уже тшува. Но, с другой стороны, столь тяжела она, что еще не была реализована полностью в мире и в жизни. До того, как мы начнем это разбирать, я опять захочу спросить вопрос. А что такое тшува? Что такое тшува? Возвращение к Всевышнему. Возвращение к Всевышнему. Возвращение к Всевышнему. Хорошо. Еще. Изменение своего желания. Изменение своего желания. Хорошо. Можно сказать, это дыхание жизни. Для меня это так. Дыхание жизни. Хорошо. Еще. Что такое тшува? Я думаю, это изменение своего отношения к некой тяготящей вещи, которая была негативной. К некому негативному опыту. Окей. Я бы с большим удовольствием послушал еще, потому что это очень важно. Я сейчас дам неправильное определение, которое очень распространено у нас. Кстати, по поводу тшувы. Законы тшувы, мы их не будем касаться, но они присутствуют как фон. Поэтому домашних созданий не будет, но для желающих самостоятельно немножко посмотреть, что в себя включает тшува в плане закона Аллахи, не помешает. Итак, тшува, как неправильное определение, которое я хочу дать, это исправление грехов. В нашей раввинистской литературе отношение к тшуве очень часто сводится к исправлению грехов. Если я правильно понимаю, мы не сможем прорваться через вступление равва с пониманием тшувы как исправления грехов. Понимание тшувы, которое мы дадим и которому мы придем, я его хочу сейчас бросить, это исправление всего. Так же идеи, которые были даны, это какие-то исправления мировоззрения человека. Рав смотрит на это гораздо, гораздо более шире, это исправление всего сущего, это исправление человека, конечно. Это исправление человечества, это исправление всей Вселенной, это исправление всего. И исправление, что такое исправление, на это мы уже дали определение на предыдущем витке. Это что у всего созданного Всевышнего в этом мире мы находим свое нужное, правильное его место. Больше грех, меньше грех, а всеобщее исправление – это когда все мы поставим на свое место. И тогда нам будет проще понять то, что здесь написано. Тшува является одной из наиболее важных тем, кто и в жизни. На ней основаны все надежды личности и общества. Не слишком ли, как это, не знаю, самонадеянно как это сказать. Все надежды общества основаны на тшуве. Почему? Исправил грехи, не исправил грехи, я знаю. Общество не может без тшуве. И вообще, да, вы обратите внимание, тоже это очень важно. Рав упоминает в контексте тшуве надежды общества. Это очень важно. Обычного этого не встречаем. Тшува у нас интерпретируется как личное исправление. Рав говорит, ну, понятно, что личное, но это часть общего исправления. Поэтому тшува занимается также исправлением общества. Это очень важно. Она заповедь Всевышнего, которая, с одной стороны, легче легкого, ведь даже мимолетняя мысль отшувел уже тшува. Это полностью противоречит аллахе. И это полностью противоречит нашему пониманию тшувы вообще, как бы, как это, common sense, здравому смыслу. Что такое мимолетняя мысль отшувел уже тшува? Я кулю. Я понял, что это плохо. Ко мне залетела мысль, неплохо было бы прекратить курить. Залетела, посидела и ушла, как Ту-Высоцкая. Ну, зацепилась эта мысль у меня на две с половиной секунды ушла. Я сделал тшуву. Да, понятное дело, что нет. У тшувы есть принципы, у тшува есть чек-лист, у тшува есть правила, что нужно выполнить, чтобы сделать тшуву. Понятное дело, что мимолетняя мысль отшуве – это не отшува. В палахе точно. У нас будет по этому поводу целая глава в книге, называется «Ирурэй тшува» – «Мысли о тшуве». И мы это разберем глубоко. Но, когда мы говорим об идее тшувы, то, безусловно, эта идея очень широка. От мимолетней мысли о исправлении и до самого конца, где конец. Но, с другой стороны, столь тяжела она, что еще не была реализована полностью в мире и в жизни. Никто, ни один праведник никогда в жизни не сделал тшуву, как положено. Ой, вей. А как же мы сможем? Мы говорим про исправление всего мира, куда мы идем. Соответственно, мы видим тшуву, как общий мировой процесс движения, который охватывает. И именно здесь, как исправление грехов, опять-таки, это определение сюда не выразительно, с той стороны. А исправление всего – да. Почему? Потому что есть вещь, которая меня пугает гораздо больше самого греха. С которой моя основная война. Что за вещь, которая является корнем всех грехов? Опять-таки, можно смотреть, можно много таких вещей найти. Я хочу опять спросить, что является корнем всех грехов? Что страшнее любого греха? Пожалуйста. Отвечать? Да. Мне кажется, это быть без Бога. Быть без Бога. Быть без Бога. Звучит хорошо, к сожалению. Долиться. Фрагментарно. Жить фрагментально. Мы это обсуждали сейчас по поводу беспричины ненависти. Иногда в этом может быть плюс. Понятно, что это в общем большой минус. Еще. Это уверенность в собственной непогрешимости. Это полная самоуверенность. Полная самоуверенность. Это верно. Это правильно. Это корень всех грехов. Безусловно. Человек, который уверен, что он непогрешим, отрубает... Если он сванулся во всем, то как его путь... Правильно, верно, очень здорово. Очень хорошо. Это то же, что я сказала. Без Бога. Это в той же опере. Мне еще кажется... Я согласен с вами, Таня, но без Бога... Каждый это может интерпретировать очень широко или очень узко. Очень по-разному. Я не очень понимаю, что это имеется в виду. Быть религиозным, быть светским. Можно быть религиозным. И мы этого коснемся. Можно быть религиозным и делать шуву. Можно... Наоборот. Можно быть светским и жить всю жизнь в шуве. Можно быть религиозным, молиться и быть очень далеко от шувы. Как вы сказали следующим ответом. Человек не видит, собственно, грехов за метр. Он уверен, что он полностью в порядке. Он просто не делает грехов. Он себя ощущает близко с Богом. Он делает какие-то хорошие вещи. Но он без шувы. Потому что если ты не погрешим, действительно... Ты сам себе отрубил возможность исправиться полностью. Поэтому просто ваш ответ, он правильный, но его можно интерпретировать в любую сторону. Я извиняюсь. Да, я просто жалую. Может, это эгоцентричная картина мира? Эгоцентричная карта мира. Так. Но когда человек видит только себя. Это вот я повторяю. Это очень похоже... Да. Это очень близко к предыдущему ответу о том, что человек себя видит непогрешимым. Это абсолютно верно. Еще. Мне кажется, самое страшное, это когда человек не развивается. Это самое страшное, что, мне кажется, возможно вообще... Ну, это не человек без шувы. Развитие и исправление – это шува. Мы говорим сейчас. То есть это корень. Отсутствие развития – это опять-таки, это близко к предыдущим человеку. По такой-то причине, почему он не развивается. Потому что он уже, в общем-то, он уже почти Бог без пяти минут. Развивать в нем не в чем. Он уже развит, он уже, в общем-то, идеал. Правильно? Он не погрешим, не в нем грехов. Все не было хорошо. Я, может быть, скажу, что это совершенно не по делу, но, по-моему, корень чувы, то есть корень грехов – это то, что Бог создал мир несовершенным. И поскольку мы все несовершенные, мы... Правильно. Бог виноват. Верно. Бог виноват. Это, кстати, тоже абсолютно верно. Это безусловно верно. Не-не-не, я немножко ниже. Это верно. Обратите внимание, все абсолютно разные ответы, они все верны. Нет правильного ответа, который, так сказать, это самое, они все верны ответы. И безусловно верны. Что я хочу? Для меня корень всех грехов – это отчаяние. отчаяние от возможности исправления. В тот момент, когда я не верю в возможность исправления, то все, я труп. Я труп, и тогда я могу совершать все грехи. Я не верю, что... Я бы мог... Если бы верил, делал бы... Понимаете, да? Невозможно это самое... Выжить, не ходя по трупам. Я бы не ходил, но мне нужно это самое. Мне нужно... И в тот момент, когда я не верю в то, что возможно жить лучше, что возможно выжить в этом тяжелом мире моральным человеком, это корень всех грехов – отчаяние. Именно с отчаянием мы на протяжении всей книжки будем бороться. Итак, соответственно, у нас чува – это исправление. И когда мы его воспринимаем как исправление, они как Аллаха, что нужно делать, закон, что такое чува, что нужно делать, чтобы исправить грех. Когда мы это видим как общемировое исправление, то, конечно, он начинается на крыле мимолетной мысли о чуве, об исправлении, потому что это уже хорошо, и потому что этот человек, он уже хотя бы немножко приподнял голову от отчаяния. ты задумался о возможности исправления, значит, ты не полностью отчаялся от самой идеи исправления великолепно. И, конечно, противоположное продвижение всего человечества в сторону исправления всего. Конечно, это никогда еще не было сделано. Вот, я нахожу в себе склонность думать и говорить постоянно лишь о ней. Много написано в Торе у пророков и у мудрецов по его поводу, однако для нашего поколения она еще не понята и требует прояснений. Как это? Нам недостаточно того, что сказали великие мудрецы прошлых поколений и написали по поводу дшуве. Что случилось? Они недостаточно были умные, чтобы мы сейчас начали выдумывать что-то от себя? Как сказал Любович Скиребя, мы не приближаем Тору к человеку, а мы приближаем человека к Торе. Это верно. Но с другой стороны для каждого поколения Тора должна быть переведена на язык поколения. Сделано, как говорится на иврите, кувшинчику нужно приделать ручки, чтобы можно было взять. Не изменяя Тору, для каждого поколения более важен какой-то ее, какая-то ее проекция, какой-то ее взгляд на нее. В каждом поколении мудрецы переводят Тору на язык поколения. Это то, что делает Раф сейчас с понятием Чува для нас. Он переводит понятие Чувы на наш язык, на язык, на языке, в котором мы говорим. Это очень важно. И сейчас Раф будет объяснять, как. И еще прояснение, прояснение написано здесь Берур. Это то, чем, кстати, занимается Каббала. Аллахар режет, можно нельзя, плохо, хорошо. Каббала занимается Берур, разделение. Как мы сказали, сперва мы отделяем евреев от неевреев, сперва мы отделяем плохое от хорошего, свет, от тьмы. Не для того, чтобы это осталось разделенным, а с тем, чтобы в конце мы это все объединили, как мы начались без причины ненависти. сперва каждая идея варится сама в себе с тем, чтобы на следующем этапе произошло объединение. Не на уровне энтропийной каши, когда все перемешано, ничего не выделено, а чтобы идею, ее нужно кристаллизовать, ее нужно вычленить, чтобы ее разработать, и после этого она может объединяться с другими существующими идеями. Поэтому здесь в скобочках я написал Берур, потому что нужно к этому отнестись. Итак, литература, рыщущая по всем углам, где можно найти поэзию и жизнь, совершенно не проникну внутрь этой дикой сокровищницы жизни, сокровищницы чувы. Скажите мне, пожалуйста, литература, которая здесь упоминает трав. Это религиозная литература или общая? Это еврейская литература или общенародная? Как вы ощущаете, и что называется, из того, как звучит текст? На иврике это сифрут, да? Правильно? Сифрут, сифрут. У меня в линке еврейский источник здесь же есть. Можно посмотреть, кому интересно. Есть в линке источник около урока. На иврите это сифрут, безусловно. То есть это, насколько я правильно понимаю, что это весь комплекс всего нашего культурного духовного наследия, которое мы накопили в предыдущем. Нашего это кто? Нашего это кто? Кто такие мы? Что такое нашего? еврейская культура. То есть еврейская культура. Общая еврейская культура, включая спинозу? общая еврейская. И Танах, и все Мишна, и Талмуд, все. Еврейская религиозная культура. Нет, не только. Все вместе. Больше. Ну, спиноза нет, а что да? Еврейская. Еврейская культура. Спиноза вполне возможно. Это я уже не знаю. Я к спинозе уважительно отношусь. Нет. Окей. Михаил, я услышал. Еще. Как вам слышится, какую литературу раз здесь имеете в виду? Мне слышится общей мировой культуры. Елена, общая мировая культура. Отлично. Есть еще мнение? Есть третье мнение? Я думаю, он, конечно, имеет в виду религиозную литературу. Это как бы понятие такое. Хотя внешней литературе Равцов соотносился, но в данном контексте, когда говорят о религиозном понятии, что вы, мне кажется, он имеет в виду религиозную. Вы меня удивили. Ну, честно. Вы меня удивили. Они не проквалулили речь? Не про кабалу речь. Кабала. Кабалистическая литература. Why? Ну, здорово. Мне интересно. Потому что она литературная, ну, вы же говорили недавно. Она достаточно поэтичная или литературная оптимистичная. Наверное, так. Очень хорошо. Значит, так. А можно я скажу? Можно? Можно? Да, да, да. Мне кажется, надо идти по тексту. Что говорит текст Рава? Литература, которая рыщет по всем углам, где можно найти поэзию и жизнь. О какой литературе идет речь? По-моему, идет речь о литературе, которая имеет отношение прямое к повседневной жизни человека, то есть к художественной литературе. И возможно, что Рав здесь имеет в виду современную ему израильскую литературу, ну, и вообще еврейскую литературу светскую. Ну, как всегда вы меня выбрали. Тогда мне странно, что он говорит, что она не занимается шувой. По-моему, вся литература этим занимается. О, очень, о, 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 очень хорошо. А теперь начался экшн, так я люблю. Отлично. Итак, давайте разберем это по кусочкам. Мое мнение, я очень умный, но со мной можно спорить. Мое мнение, Штурау говорит, безусловно, как сказала Ширель, про общую мировую литературу, как сказали нам еще. Не про религиозную литературу, потому что религиозную литературу, как мы узнаем до сегодня, она рыщет по всем углам, где можно найти поэзию и жизнь. Религиозность, которую мы знаем, это религиозность вообще в изгнании, в которой жизнь была чуть ли не ругательным словом. Красота, как мы говорим, как мы противопоставляем, мы противопоставляем иудаизм с общей культурой, что говорит общая культура, красота спасет мир, что говорит иудаизм, милосердие спасет мир, мы говорим здесь красота внешняя, а здесь внутренние идеалы, но в галуте, в изгнании иудаизм скукожился, иудаизм занят никакой жизни, поэзии, красоты он не ищет. Он занят как жить правильно, но жить, вот как люди это самое, наоборот, бросают религию, что они говорят? На игре это звучит как? Я хочу делать жизнь, я хочу жить, дыша полной грудью, а не постоянно сидеть под запретом этого нельзя, этого нельзя. я ощущаю, что безусловно здесь Раф говорит про общую мировую литературу, и теперь нам нужно понять, а что такое литература не начала, не дотронулась совсем до идеи, что вы, как Нехама абсолютно верно спросила, тогда это у нас вопрос выскакивает, литература рощущая по всем углам, где можно найти по идее жизни, совершенно не проникла внутрь этой дивной сокровищности жизни, сокровищности Чувы. Мы видим Чуву как очень правильная вещь, это сокровищность жизни, нет, это вещь, которая жизнь, наоборот, ее уменьшает, не делая этого, не делая того, а как же жизнь, я же хочу, это же там, это же мои жизненные внутренние эти самые мы, по крайней мере, даже не на уровне того, что мы говорим, на уровне того, что мы ощущаем, воспринимаем, Чува равна жизнь, не, это сказать, Чува скорее похожа на ад, я должен пройти чистилище, чтобы очиститься от грехов, и тогда мне будет хорошо, или тогда что-то такое будет, но Чува это равно жизнь, на уровне ощущения, что называется, в животе, внутри, мы так не живем, мы так не ощущаем, жизнь, это для неевреев, для евреев, это Чува, это Аллаха, это закон, это правильно, но жизнь, большой знак вопросов, здесь Рав ставит именно тут не равенство, а тождество, давайте продвинемся дальше, и в самом деле не начала вовсе интересоваться ей, познавая ее свойства и ценность, хотя бы с поэтической точки ее, бесконечно привлекательной, а уж тем более не ударила палец о палец, в плане практической, особенно применительно к новым ситуациям нашей современной жизни. Теперь, что Рав имеет здесь ввиду, неясно, и то, чего я здесь не понимаю совсем, это поэтическая часть тшувы. Вы мне поможете, может быть, это понять. Я хочу попробовать с вами поделиться собственным пониманием, что такое, что литература и общая литература не занимается совершенно практической идеей тшувы. Я это вижу так. Мы определили тшуву не как исправление грехов, а как общее мировое исправление. Антитезу тшувы мы определили не как грех, а как отчаяние от исправления мира. То есть, здесь поднимается вопрос, а возможно ли тшува в принципе? А вот такой гадкий мир, который мы видим вокруг нас, его вообще можно исправить в принципе. И литература здесь, конечно, играет. Литература теперь, я хочу литературу расширить на культуру. Я хочу взять больше, может быть, кинематограф даже больше, чем литературу. Что нас идет в фильмах? У нас идет фильм о том, как-то, материалистический фильм, о том, как жизнь выглядит. У нас есть герой, который начинает жизнь, он полный идеалов, он немножко такой молодой, инфантильный, он думает, что он сможет тут все исправить и заканчивается тем, что он отчаивается и становится частью системы, с которой он начал бороться. Это один вид фирмы, который в нас поддерживает идею отчаяния, исправить этот мир невозможно. Второй вид фильмов это сладкий хэппи-энд. У нас все заканчивается всегда хорошо. Мы получаем недовольство из этого фильма, выходим с... Ай, как хорошо и приятно было посмотреть и понимаем, это здорово в фильме, в жизни это отношение имеет. Идея здесь, которую вызов, которую культура должна принять, это взять идею анти... анти... ну, юж, анти... отчаяния, идея, что мир исправляем, что человек исправляем и не по-инфантильному, не по-детскому, не на хэппи-эндах, а со всеми человеческими сложностями и души, и ошибками, и грехами по дороге, как примерно Танах. Танах в дополнение ко всему это еще и литературное произведение. Что в нем написано и делали сыны Израиля грехи. И что в нем написано еще и еще грехи делали сыны Израиля. И чем веет от этой книги оптимизм. Это книга, которая заканчивается разрушением храма. Но прочтя ее, понятно, что мир исправляем. Это то, как я читаю этот отрывок Израила. Теперь я понимаю, что этот отрывок он много, есть много вариантов прочтения, я не уверен, что это единственное правильное, но этот вот отрывочек, который мы сказали по роли литературы в Чуве и именно роли общей литературы это то, как я это вижу. Пока, теперь, пока эта идея не станет достоянием Голливуда, мы можем в наших синагогах кричать и говорить проповеди по поводу Чувы отсюда и до этого, как это у нас говорится, до второго пришельца. пока это не станет частью культуры плохо. А сейчас с Божьей помощью, Израиль вернулся на свое место и есть возможность, что это потихонечку станет частью культуры, потому что Чува это подарок, один из подарков, который иудаизм дал миру. Но сама идея о том, что мир исправляем, она абсолютно нетривиальна, абсолютно. Мы уже столько заговорено, но внутри сердца, даже мы не верим до конца, что человек он исправляем, мы абсолютно не уверены в том, что мир он исправляет. Это Чува. Чува это идея об исправлении мира, предшествует которой идея об исправляемости нет. До того, как я берусь за работу, я понимаю, что это как-то навредить и тахнуть. Проект, он возможен. А он возможен, сколько нужно песка, сколько нужно электричество, сколько нужно денег. Сперва нужно проверить, что это вообще возможно. Это идея Чува. Я испытываю сильнейшую внутреннюю потребность говорить о Чуве. И сам же обжигаюсь от мысли, подхожу ли я для того, чтобы говорить о ней. Писали об этом великие люди прошлых поколений, пророки, мудрецы, самые непорочные, величайшие из благословенных. И как я смогу присоединиться к ним? Я это скажу про себя, можно? Я в свое время думал, преподавать Чуву это самое неблагодарное дело, которое возможно вообще. Чува это с проблемой грехов. Ага, значит, ты у нас уже, так сказать, ангелочек, с тобой все проблемы решили. У нас безгрешность, сейчас будешь людям вещать, как разбираться с их грехами. Конечно, это самое, да, между мной маленькими, то, что говорит здесь раф, но идея. от Чуве же много сказанного величайшими мудрецами. Как я могу что-то еще добавить от себя? А теперь не подглядывая в текст, что равно это ответит? Какие варианты? Давайте продолжим этот текст. Что равно ответит на собственный вопрос? А как я маленький? Что мне есть добавить к тому, что уже сказали до меня велики? Пожалуйста. Никто не хочет? Я думаю, что каждый, как вы сказали, каждое поколение, наверное, каждый человек все равно должен отвечать на этот вопрос. Ну, и хочет отвечать. Отлично. Отлично. Здорово. Еще. Давайте прочитаем дальше. Однако никакая слабость в мире не сможет освободить меня от внутреннего призвания. Обязан я говорить о Чуве именно о ее литературной и практической стране. ради понимания ее содержания в нашем поколении. Ради воплощения ее в жизнь частную и общую. Общее это народную, международную. И теперь вопрос. Теперь вопрос. Первое предложение, которое мы не обсудили. Уже давно в душе мою идет война. Что с чем воюет в душе раба? Таня, можно погромче, пожалуйста? Ну, это то, что вы читали только что. Признание внутреннее, призвание. Призвание. С чем воюет? Со слабостью. Отлично. Что раб определяет слабостью? Ну, возможно, груз мыслей мудрецов, я не знаю. Отлично. Правильно. А теперь обратите внимание, что произошло. А могу ли я влезть среди великих эта скромность? В данном контексте раб определяет скромность как слабость. Мы возвращаемся к началу. В каждой положительной вещи мы ищем отрицательные стороны. Мы ставим ее в нужное место. Скромность это здорово. Когда она разлетается слишком, это становится плохо. Это превращается в слабость. И, конечно, война происходит в душе раба между желанием говорить о шуве и желанием молчать, не влазить, не говорить там, где уже великие сказали свое слово. Это видение. Мы к нему будем возвращаться не раз и не два. Оно очень важное для дальнейшего погружения и понимания книги. Я думал, что мы справимся за час. Прошло уже два. Я извиняюсь, только как планировал время. У меня великие планы. Я хочу пропагандировать раба. Я хочу это спустить на перевести всю книгу и другие книги. Я хочу это спустить на уровень переделать полностью язык, чтобы язык был гораздо проще и понятен. Написать комментарии к этим вещам, к другим и так далее. Кто чем может помочь приглашены? Кто может просто слушать уроки? Очень здорово. Большое спасибо. И это самое. Урок у меня так. Я не могу говорить в пустоту. У меня везде. Я спрашиваю вопросы для того, чтобы на них отвечать. Все. Теперь я даю микрофон, возвращаю микрофон вам. Я как бы на сегодня закончил то, что я хотел дать. Мы дали введение в урок, мы дали введение в... Прочли введение Равок книги от Шуве. Мы соответственно начнем на следующую пятницу с первой главы. У меня вопрос такой. Есть уже существующие комментарии Корозатшува на иврите. Если можно на них ссылаться. По поводу, например, сифрут есть разные мнения. Понимаешь твоё как бы тоже это. Но он в дальнейшем употребляет также и слово и культура говорит. Поэтому мне кажется нельзя сделать синоним между сифрутом и культурой. Наоборот. Просто пожелание еще давать комментарии. Да. Да, Михаил, да, я слушаю. Да, разные вещи. Вот. Нет, я все сказал. Просто пожелание еще, если есть возможность давать комментарии, которые существуют на данный момент на иврите на эту книгу. Михаил, я честно, к сожалению, вынужден ответить отрицательно на эту просьбу по трех причинам. Первая, я не хочу. Второе, ты можешь делать самостоятельно. Третье, я считаю, что это не до конца правильно. Мне важнее, чтобы мы прогрызали текст сами. Равжил относительно недавно от нас, мне важно прогрызать текст самим. И мне также важно, текст он неоднозначный, мне важно его оставить неоднозначным. Комментарий любой делает текст однозначным. Я извиняюсь. Комментарий будет... Я согласен, я тоже не нашел хороших комментариев. Действительно, комментариев хороших нет и однозначных. Это так. Не нужно однозначных комментариев! Я против! Баба-Яга против однозначных комментариев! Не, я предпринимаю их, я согласен. И еще ты можешь вот то, что ты перевел выкладывать в телеграм этот текст, чтобы пользоваться можно? Выложил? А уже выложил? А, отлично! Все, спасибо! Все, спасибо, Рэп Натан! Замечательная лекция! С удовольствием слушаю! По поводу поэтического Натан, вы спрашивали или ты спрашивал? Можно высказать предположение? Я еще недостаточно велик в собственных глазах, чтобы думать, что правда насадить в моем личном кармане и усек. Нет, я спрашиваю просто, поскольку вы задали вопрос, почему Рав настаивать на поэтическом отражении необходимости поэтического какого-то подхода, или, во всяком случае, что была поэтическая сторона всех, как-то, в разговоре от Шувеха. У меня есть два предположения. Во-первых, это предположение, о котором вы сейчас говорили, что вы против однозначности, именно поэтическая речь, она добавляет неднозначности в описании чего бы то ни было. Когда, ну, надо сказать, что юридический язык тоже всегда неоднозначен, но поэзия у нее, конечно, на мой взгляд, добавляет какие-то совершенно другие параметры, которые могут постигаться не только логическим умом, но и другими какими-то ассоциативными возможностями человека. а во-вторых, мне кажется, что необходимость именно поэтического отражения, она вытекает из того, что объяснение именно поэтическое, оно дает возможность увидеть жизнь немножко по-другому, не так не плоско, но это тоже самое вроде бы то, что я раньше сказала, сейчас я немножко думаю... Мне очень понравилось то, что вы сказали. Увидеть оптимистическую именно часть жизни, потому что если мы разбираем ее объективно, то она представляется действительно безнадежной, исправить ничего нельзя, и мир... Вы говорили о двух сторонах, что мир ужасен и ничего сделать невозможно, или наоборот подход к шубе, что мы должны его исправлять. И именно вот эта часть как бы нелогичная, можно... Отлично, отлично, я очень-очень иду с вами, я очень-очень это легло на сердце, это именно нелогический подход к жизни, к миру, неразложение в простологический ряд, именно восприятие его душой как цельное и тогда появляется... Идея шубе просто не работает, иначе если ты смотришь на это... Получается из ваших слов очень интересный вывод, что без экранизации, без того, что я добавлю сюда чувства и воображения и как бы всего человека в общем, а не только его голову, мозг, ум, то шуба работает не очень-то. Да, спасибо. Если можно, если можно, я хотел такую штуку сказать, мы все время говорим, это еврейское слово шуба, да, которое по прямому смыслу все-таки это движение назад, правильно? Нет. Да, это возвращение... лошуф, лошуф это возвращение, правильно, правильно. Я говорю про простой, простой... Куда, назад куда, назад куда? Да, вот именно. Поэтому я понимаю... Да, поэтому постановка вопроса такая. Я как бы не против возвращаться. Но в каком-то смысле, если мы ставим и говорим, что все живо, это как бы абсолютно положительная вещь, это генеральный инструмент для исправления мира, но при этом как-то возникает ощущение, что я не за то, чтобы двигаться вперед навстречу там чему-то светлому будущему, но вперед в том смысле, что это мой личный вклад, это мое продвижение. Шуба это возвращение до того, к тому, что сделал мне я. Продвижение вперед это то, что делаю я. Я понимаю, что как бы традиция как бы решает эту дилемму, говоря, например, падаешь я моим эфедом, обновить дни наши как встарь и дальше. Получается такое эллиптическое движение. Но в принципе, вот по-моему, это какая-то вещь, которую надо как-то понять, когда мы все время говорим про шуба как идея о том, что вы мне все время говорят, иди назад, слушай, что было и что делали и это твое исправление. Не-не-не-не. Именно поэтому я не перевожу слово, во-первых, очень хорошее замечание, великолепное замечание. Именно поэтому я не перевожу принципиально, а тем более не перевожу подсрочно слово шуба как возвращение. Смысловое, смысловой перевод шубы, как вы сказали, это продвижение вперед, а не возвращение. Я могу, давайте начнем, может быть, следующий урок с этого обсуждения. Как же так, что такое шуба, это движение назад, я не хочу назад, я хочу вперед, или это вперед, а куда назад, вперед, назад, что это такое. Мы это обсудим, это отличное замечание. Давайте так, начнем с конца. Шуба, это продвижение вперед. И понимаете, как хотите. Рэбнатон, я поэтому и ввел некий такой вот образ, как дыхание жизни. И Равкук говорит об этом, что это, в принципе, родцовый шов. И вот в этом плане, мне кажется, очень дает глубину понимания от шубы. Я согласен, но я это хочу отложить на следующую лекцию. Мы не можем сегодня объять необъятность. Да, конечно, конечно. Окей. Ну, хорошо. Тогда мы как-то понятны опять, что у нас в основном это постановка вопросов продвижения вперед, а глядываясь назад. Да? Не, не, не нужно назад, забудьте про назад. Нет, 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 нет назад вообще. Я, я беру резинку и стираю назад. Это неправильное понимание вообще ничего. Продвижение вперед, назад забудем. Я это говорю не потому, что такой умный, я основываюсь на многих книгах Раба, которые я прогрыз. Продвижение вперед, точка. Про назад нужно забыть, а как это, а как с этим противоречием мы будем жить, мы это разберем отдельно. Но ты хочешь, чтобы мы задавали вопросы, правильно? Обязательно. Вот, тогда я тебе как бы преддверие к следующему, я говорю, то, что как бы, ну вот, лингвистическая схема, которая меня убивает. Например, не дай бог, да, когда человек оставляет религию, это называется лакзор ботшиила, человек спрашивает, о чем это плохого. Вот, а возвращение к тебе называется лакзор ботшиила, типа того, что вопросы закрыты, все, ну вот, идти к ребятам назад, они тебе все объяснят. Окей. Давайте, давайте я вам опять, давайте, значит так, по поводу вопросов очень важно. Я хочу, значит так, у нас есть чат, там есть 50 человек уже с Божьей помощью. Я, значит, я хочу как-то подумать, значит, чтобы это самое, во-первых, чтобы он был активный, с другой стороны, чтобы он не засорялся. Вопросы, я думаю, может быть, правильнее у меня сделать какой-то Google Docs, документик, куда дописывался и просто стоял бы линк, чтобы, как бы, кто хочет, добавляет и я буду тогда к следующему уроку знать, к чему относиться, говорить, окей, я отнесусь к этому, к этому, к этому вопросу и так будет проще. То есть я хочу, с одной стороны, чтобы у нас была интеракция сильная, с другой стороны, я не хочу засорять наш чат всякими, как бы, вещами, вещами, которые очень важны кому-то одному, но совершенно, может быть, неинтересны четверти существующих в чате людей. Парин, я думаю, что технически, сейчас слиха, я думаю, что технически, наверное, все-таки правильно сделать так, я на вот этом сайте, где твоя страница, да, я сделаю, я сделаю отдельную страницу этого курса, и там будет ТОФИС задавание вопросов. И тогда я тебе просто буду его пересылать, либо ты будешь ходить и смотреть, теперь вопрос и следующему занятию. Одновременно с ТОФИСом сделай доброе дело, сделай линк на Google Docs. ТОФИС, это ТОФИС, не все его любят, некоторые захотят зайти на ТОФИС и, это самое, и, что называется, и записать сразу три вопроса, и длинных. Кому-то понравится ТОФИС, кому-то понравится Глобный ДОФИС. Это технично. это вообще, Натан, у ТОФИСа есть минус такой, что некоторым вопросам, например, неинтересны, а это понятно, но ведь, может быть, наоборот, некоторых других каких-то вопрос очень заинтересуется. Он просто не думал об этом, не хотел. Так у ТОФИСа это минус, а у Google Docs это плюс. Ты видишь, что это пришли вопросы? Я другому Натану говорю. Я как раз и неинтересно. Google Docs проблема, у людей начинаются, люди не могут там писать. Ну, неважно, мы решим эту техническую проблему, хорошо, можно делать в виде комментов на самом деле твои страницы, делать страницу на каждый урок и статью, и люди будут писать комменты, и тогда все, кто видит, и ты это видишь. Ну, мы обсудим, как это сделать, это техническая вещь. Во всяком случае, есть чат, в этом чате можно писать общее рассуждение, а для вопросов мы придумаем, как это сделать наиболее простым образом, и я тоже сообщу участникам. Я хочу сказать от чистого сердца всем большое-большое спасибо присутствующим и присоединяющимся. Вот, я тоже немножко волновался перед уроком, я никогда в жизни не волнуюсь. И перед экзаменами готов к ним, не готов к ним, не перед уроком. Вот сейчас первый раз немножко я волновался, но, по-моему, было хорошо. Большое-большое всем спасибо и, значит, это самое как-то рекламная пауза, да? Если понравилось, то вешайте себя на страничку. Я буду... Натан, можно сказать? Да, конечно. Я очень благодарна за ваш стиль, он очень такой мотивирует для размышления, и ваш подход, что не надо ну, как бы лезть в комментарии, потому что это будет мешать мотивации и размышлять самостоятельно. Мне очень импонирует. И ваши такие интересные идеи. Я понимаю, что человечество теперь почему споткнулось, потому что считалось, что мир неисправляем и только может исправить с помощью кого-то такого самого совершенного. И ваш меню урок очень понравился. Спасибо вам огромное. Большое спасибо вам за присутствие и за ваши это самое, за ваши ну, как-то комментарии, ставки, слова, все, что у вас было, это было очень-очень по делу. У всех, то есть смотрите, у нас нет неправильных ответов, и когда мы начинаем думать сами, мы выходим как бы на другой уровень. А когда будет следующий урок? Решено в пятницу или во вторую? Да, смотрите, по поводу следующего урока, секунду, вообще на самом деле вот, ну как-то из почти 60 человек, которые проявили интерес, во всяком случае, в группе, на самом деле ответили всего 9 человек. Из них 4 сказали заем шришный вторник, а 5 сказали заем поэтому я думаю, что как бы эта выборка недостаточна, и это определится наверное все-таки решением одного Натана либо второго Натана, скорее всего первого. Давайте, давайте сделаем так, я написал, что включительно до сегодня можно проголосовать. Давайте проголосуем до сегодня, до начала субботы, мы посмотрим. После этого, то есть теперь, ну как бы преимущество один голос и не преимущество, это значит и мы будем решать как нам удобнее. Мне очень важно, чтобы как можно большему количеству людей это было удобно по времени. Я понимаю, что пятница это неудобно, это самое вторник, это тоже не очень удобно, это там рано, это поздно, то есть все, мне важно, чтобы как можно больше количества людей могли присутствовать, это было им удобно. Проголосуйте сегодня еще, кто еще не проголосовал, кому как удобнее, потому что действительно очень, очень важная часть этого урока это интеракт, интерактивная часть. Прослушивать потом запись, это тоже, конечно, важно и все, но у меня это как-то немножко по-другому. Окей. Ну хорошо, на этом мы заканчиваем, правильно? Шаббат шалом. Всем счастливо и до свидания. Шаббат шалом, пока.